Меня зовут Вадим, я занимаюсь кинопродюсированием. Последние пару лет так получилось, что мы начали выходить на международный рынок со своими киноисториями. Получили несколько призов в Америке за короткометражку. И после этого, в принципе, активно начали заниматься созданием кино именно в цифровых средах. Создание медиа-экосистем вокруг YouTube, Instagram и других цифровых площадок с целью получения доступа, прямого доступа к своей целевой аудитории. Потому что, в принципе, то, о чем я сегодня вам расскажу, как мы можем делать контент практически без бюджета, но при этом с четким пониманием, как мы можем работать с технологиями сегодня, с цифровыми в первую очередь. Вы, на самом деле, наверное, для себя какие-то найдете, может быть, там инсайды или лайфхаки. Как вы можете, имея сейчас какой-то фильм, а большинство здесь, кто здесь есть из ребят, кто снимал вот этих кино, короткометражки. То есть много, да, участников. То есть, в принципе, на примере даже этих работ можно выстроить такую дорожную карту, как попасть на международные кинофестивали с ними, или как вообще начать их монетизировать, вообще не выходя из этого зала. Вот. Если вам это актуально, то предлагаю начать. Ура! И, кстати, я еще там занимаюсь тем, что являюсь куратором Московской школы кино. Именно вот по вопросу как раз цифровых медиа. Мы там запускаем очень интересный курс. Если кому-то интересно, найдите меня в соцсетях, я вам расскажу, как на него попасть. Начну я достаточно с необычной истории. Ну, прежде я еще такую вот спрошу у вас одну вещь. Я могу там за 30 минут вам рассказать какие-то штуковины, которые, может быть, там покажутся сложноватыми. Поэтому, может быть, сделать таким образом. Я вам дам какую-то информацию, дальше мы в формате воркшопа немножко поработаем. Вы будете задавать вопросы, я буду отвечать, чтобы более интерактивно прошло наше общение. Окей? Да, ну давайте поактивней. Сегодня же суббота, классный вечер. Давайте похлопаем друг к другу и начнем классное времяпрепровождение. Итак, сегодня мы поговорим о следующем. Кто знает, что такое теория поколений и как она влияет на создание контента и потребление контента? Так, отлично. Почему уходит аудитория из телевидения, из кинотеатров? Кто знает ответ? Ну, это классно, да. В чем особенность создания контента для цифровой среды? Какова новая парадигма дистрибьюции? И какие новые технологии в медиа мы можем уже использовать? Типа там нейронауки, VR, AR, блокчейн и прочие умные слова. Значит, что такое теория поколений? Она была сформулирована где-то там в 50-60-х годах двумя чуваками, Вильямом Штраусом и Нилом Хоуфом. Базовая идея в том, что за каждый цикл, который проживает цивилизация, формируется некое общество со своими ключевыми триггерами. И если мы понимаем, что это за триггеры, мы можем на них воздействовать, то, соответственно, через разный тип контента, будь то печатные СМИ, какие-то традиционные медиа, новые медиа, кино, сериалы и так далее, мы на самом деле более четко можем получать обратную связь от аудитории, которая может выражаться в деньгах, в бокс-офисах, в сборах, в рейтингах, ну и так далее, и так далее. Самый наглядный пример, и с чего вообще началась теория поколений, это поколение, которое сформировалось в Америке, оно и в России в принципе есть, но в Америке, так как это американская теория, оно наиболее отчетливо заметно. Называется оно бэйби-бумеры. Кто слышал такое слово? Кто это такие? Бэйби-бумеры – это дети, которые родились в семьях после войны. Соответственно, бэйби-бум, который произошел в 50-60-х годах, обусловлен тем, что после войны нужно было восстанавливать численность и популяцию во многих странах, кто был втянут во Вторую мировую. Ну и собственно говоря, особенность и психотип этой аудитории, он был достаточно любопытен. То есть это были свободно мыслящие люди, которые делись после войны, и получается весь рассвет, который происходил в технологиях, в культуре и так далее, он очень сильно повлиял на это поколение. Это очень важно, потому что все, что дальше пойдет, и в принципе мы являемся тем же отголоском того самого поколения, просто немножко видоизмененной с точки зрения восприятия истории, но тем не менее это все одно, это элементы одного и того же. Я там себе небольшие шпаргалки написал, чтобы как-то структуру держать. Значит, потом было поколение… Значит, бэйби-бумеры – это поколение людей, которые родились с 43-го по 60-й год. Потом было поколение Х, и дальше вы, наверное, уже понимаете. Наверняка, если вы не слышали теорию поколений, вы наверняка слышали, что есть поколение Х, Y, Z. Слышали наверняка. И есть еще поколение, то, что в принципе называется миллениалы, то есть те, кто родился в миллениум после 2000-го года. Если не вдаваться в очень большой блок информации, чтобы вас там не усыплять до конца, я сразу перескочу на последний блок, потому что он наиболее актуален. Кто родился после 2005-го года? Поднимите руку. А кто родился между 1985-м и 2005-м? Вот, отлично. Так вот, смотрите, что происходит сейчас. Все наше медиапотребление, кино и так далее, оно сформировано для, в принципе, поколения, которое появилось в 79-й, тире, ну вот как раз там, 2085-й, 89-й года. Соответственно, и мы сейчас находимся в тот самый момент, когда мы еще ходим в кинотеатр, мы еще смотрим телек периодически. Мы уже активно пользуемся интернетом, но на самом деле мы потребляем огромное количество информации из разных каналов. Но то поколение, которое родилось после 2005-го года, какие каналы информации ребята эти в основном используют? Это интернет, это видеохостинги, это интернет-кинотеатр, если мы не говорим про пиратское потребление. И если мы с вами сейчас хотим работать на некое будущее поколение с точки зрения контента, а не обслуживать интересы нас с вами, а на самом деле это ключевая фишка в создании кино, потому что именно эта аудитория через несколько лет станет платежеспособной, именно она будет потреблять контент, и весь бокс-офис или сборы, которые вы будете получать от своего фильма или другие профиты в виде комментариев, лайков и так далее, вы будете получать именно от этой аудитории. Поэтому очень важно понимать, как она мыслит и как она потребляет контент. Это как раз поколение Z. И самый ключевой сейчас во всем мире канал потребления информации у этой аудитории, это как раз, если мы говорим про кино, это видеохостинги, это интернет-кинотеатры. Тут второй есть такой очень важный момент, на который стоит тоже обратить внимание, это форма того контента, который эта аудитория потребляет. Это, как правило, очень короткие какие-то истории с очень яркой эмоциональной составляющей. Вот могу привести вам простой пример. Кто знает, что такое Vine? Vine, по сути, кто не знает, это короткий видеоанекдот, который снят, смонтирован в очень такой маленькой, короткой форме. По сути, вот наше там поколение, кто еще помнит, для нас в Вайнере был городок с Стояновым-Олейниковым. Это были, я не помню, какие-то еще там похожие форматы. То есть, по сути, это видеоанекдот. Для современного поколения Vine это, может быть, 10-15-20 секундная какая-то история, которая создает какую-то положительную эмоцию. Что очень важно понимать в этой связи? Мы с вами живем в то время, когда информационное поле настолько широкое, вокруг нас огромное количество информации. У нас есть текстовая информация, у нас есть медиа-информация, кино, сериалы и так далее. Но проблема в том, что мы с вами находимся в ситуации, когда единица внимания, которой мы обладаем, она не соответствует тому объему информации, который нам предлагается. То есть, вот приведу простой пример. Вот я сейчас стою, вы меня слушаете. Вам, может быть, даже это интересно. Но если сейчас одновременно со мной станет еще пять человек и начнет предлагать вам какую-то информацию, каждый из вас совершенно точно выберет только то, что ему релевантно. То есть, актуально в данный момент. Если сюда сейчас придет и встанет парень, будет рассказывать про видеоигры, части вашей аудитории будут интересны видеоигры. Я буду продолжать свою же историю про цифровые среды и особенности аудитории. Придет человек, будет рассказывать про авторское кино, про операторское. Короче, вы все, в зависимости от того, насколько кому контент интересен, вы переключите свое внимание. Что мне надо будет делать? Мне нужно будет либо вас каким-то образом специально мотивировать, либо их убрать со сцены. Но метафора, которую я вам привожу, она на самом деле абсолютно на сто процентов соответствует тому, что происходит сейчас в интернет-пространстве, в цифровых средах. То есть, для того, чтобы конкурировать в цифровой среде, нужно иметь либо огромные ресурсы, либо иметь вирусный какой-то маркетинг и так далее. Но я сторонник того, что не надо ничего из этого вам иметь. Надо очень четко в моменте, когда вы принимаете решение, хочу создать какой-то контент, развлекать аудиторию, вам надо просто четко понимать, что вы хотите сделать, на какую аудиторию вы это хотите сделать. Потому что конкурировать в гигантском цифровом пространстве сейчас бессмысленно. И никаких ресурсов вам не хватит. Потому что на примере того же Netflix, например, или наших телеканалов, посмотрите, например, в Prime Time, с 7 до 8 вечера, если вы хотите включить телевизор, вот там, предположим, у вас есть час. За этот час вашего внимания конкурируют основные каналы телевизионные, развлекательные каналы, там, ТНТ, ТВ3, СТС, видеохостинги с вновь выложенными влогами, YouTube, соцсети. И все они хотят, чтобы вы провели на них время, потому что время, проведенное там, это реклама, которую они продали, по сути, вам, как частью целевой аудитории. Понимаете, о чем? Или уже немножко сложновато? Получается, что нам делать в этой ситуации? Можно идти через там развитие творческого потенциала и стремиться удивлять людей там, хай-концептами и необычными какими-то историями. Но, опять же, как показывает опыт, и какие возможности сейчас создает нам, опять же, цифровая среда, нам не нужно этим заниматься, нам нужно просто очень четко определить ключевые свои аудитории, с которыми мы хотим работать, найти триггеры, то есть крючки, как мы можем эту аудиторию зацепить. И, по сути, через специальную, маленькую или большую маркетинговую стратегию, соответственно, получить эту аудиторию. Как с точки зрения прямой монетизации, если вы хотите заработать на этом контенте, так и не монетарное получение профита. Потому что, например, огромное количество подписчиков, блогеров, они работают с аудиторией просто за подписки. То есть сначала они собирают базу, а потом они ее начинают монетизировать через размещение рекламы и так далее. Это уже немножко другая история. Почему уходит аудитория из кинотеатров? Вот, например, статистика прошлого года показала, это международная статистика обычно, что 2017 год стал самым убыточным годом с точки зрения сборов летних американских блокбастеров в кинотеатрах. Кто, вот, я не знаю, там, если вы помните, кто, даже не так, наверное, я спрошу вас, кто был в кинотеатре этим летом? Поднимите руку. А были ли вы в кинотеатре в том году летом? Вот в этом году почему-то больше рук было. Или вы не помните? А кто смотрел вчера какой-нибудь сериал «Дома»? А кто смотрел сегодня YouTube? А вчера YouTube? Одна и та же аудитория YouTube смотрит. Давайте теперь немножко перейдем в такой более интерактивный формат. Тем более здесь ребята уже представляли свои фильмы. Как вы думаете, в чем ключевая особенность создания контента для цифровой среды? Кто хочет ответить? Короткая форма. Это ли является основным условием? Я так скажу. Мне кажется, основная задача любого, ну, любой какой-то вот зарисовки фильма, не фильма, держать внимание. То есть быть яркой, именно эмоционально зацепить зрителя. Потому что, ну, вот из того, что сегодня было, многие фильмы просто уже невозможно было смотреть. Простите меня, пожалуйста. Очень-то растянуто. То есть было бы оно короче, было бы интереснее. То есть важно именно удержать внимание на эмоциональном уровне. Там просто трансляция идет. Если вы без микрофона, там ребята не слышат, кто смотрит. Говорят про коротизну. Там минута, вот вайн, два. Ну, как бы, чтобы экспозицию раскрыть, передать суть. Вот даже вот в некоторых работах, вот непонятно, что там происходит. Из-за их, ну, надо как-то угадывать. Не знаю, мало объясняется. Ну, это вопрос драматургии, да. Безусловно. Ну, вот я для себя сформировал, на самом деле, такой чек-лист для контента в цифровой среде. И там, безусловно, важна эмоциональная вовлеченность, важна драматургия, структура и так далее. Но на самом деле я для себя вот определил такую штуку. Вы можете записать или там запомнить у кого какие возможности и способности. В первую очередь, сегодня и там завтра, условно, в ближайшее время, без, там, последовательность может быть разная. Но вот без этих элементов выходить в медиапространство будет, если вы хотите получать какие-то действительные результаты, будет крайне неэффективно. В первую очередь, нужно определить и провести аналитику. И аналитику вы можете проводить сейчас совершенно спокойно. И для этого вам не надо быть супер, там, маркетологом. Потому что есть разный тип контента. И аналитическая информация, она абсолютно доступна сейчас каждому. Кто знает, там, самый простой ресурс для аналитики профилей в соцсетях – Social Blade. Очень мало людей, но вот вам пример. Вы открываете Social Blade, у вас там есть, например, любимый блогер, вы знаете, там, он делает классные вайны, там, та же Настя Ивлеева. Вы заходите на ее профиль через Social Blade, и вы смотрите полную аналитику. Есть платные, есть бесплатные, очень много ресурсов. Что вам даст эта аналитика? Вы, во-первых, поймете, на какие, там, например, серии зрителей было больше. Как она реагировала, аудитория, на тот или иной тип контента. Соответственно, какие темы были там или там. То есть проведя, там, не знаю, полчаса, час, анализируя, там, любимого блогера с его контентом, вы получите огромное количество информации. И если у него, там, 10 миллионов подписчиков, что же, почему же она есть? Помимо, там, какого-то хайпа и так далее. Есть очень понятные и простые показатели, которые обязательно надо знать и понимать. Если мы хотим двигаться в сторону вайнов, вам нужно взять, там, топ-3 человека, кто в этом лидеры. И, соответственно, ориентироваться в первую очередь на то, какая аналитическая информация доступна и какой портрет аудитории у него есть. Потому что, если вы хотите в этом, например, развиваться, вам ровно эти данные пригодятся в будущем. Да, конечно. Смотрите, вот здесь, вот, слышите меня, да? Да. Если вот смотреть на топовых, там, не топовых, вот, получится, вот, люди, которые сами создают свой контент, они будут сравнивать, подгонять свой контент под топовых блогеров. И получится, что будет какая-то вот одна тема поверхностная, одна-два темы, и это все настолько быстро надоест, что придется искать что-то другое. И все эти темы будут новые, 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 и все это спустится. Безусловно. Проблема в том, что если вы будете повторять то, что уже есть, оно так и будет. И вот до этого выступала моя коллега Лиза, да, и она сказала, что ни в коем случае не цепляйтесь за первую идею. То есть риск, там, некого ощущения, что вы, там, словили какой-то инсайт и придумали классную идею, он, конечно, велик, что вы с этой же идеей останетесь. Вот, поэтому каждую идею, и если вы, там, проанализировали блогера или, там, кого-то, и вы подумали, о, класс, я сейчас буду делать то же самое, у меня будут те же результаты, это вообще не, как бы, не факт, что так оно будет. Вот, потому что, во-первых, копирование еще никого не приводило к успеху, и, во-вторых, безусловно, надо найти какой-то свой хай-концепт и его развивать. Но фишка в чем? Если вы, если вы понимаете, что с точки зрения потребления этого контента, а тут, скорее, мы говорим про разность жанров, то есть если человек, а что такое жанр? Кто может одним словом ответить на вопрос, что такое жанр? Жанр в кино, жанр в музыке, жанр... Какой результат мы хотим получить, выбирая разные жанры? Кто эмоции сказал? Ты получаешь приз, от меня бутылку кока-колы. Жанр – это синоним той эмоции, которую я хочу получить. Если я покупаю билет на фильм ужасов, я хочу, чтобы мне было страшно. Если я покупаю комедию, мне надо, чтобы я посмеялся. Вайн – это жанр, подразумевающий эмоцию, юмор, смех и так далее. Соответственно, если же мы отталкиваемся базово, и у нас, смотрите, есть уже два ключевых параметра. Мы понимаем аудиторию, которая любит поржать, и мы понимаем ту форму, через которую она уже потребляет у кого-то. Если же мы хотим повторять сценарий, который там та же Настя Ивлеева, например, использует, понятно, что второй раз они не будут смешные, если только мы не работаем с какой-то аудиторией, которая первый раз это все видит. Поэтому, безусловно, надо придумать что-то свое. Но для нас это уже будет подсказка, что в цифровой среде есть аудитория, способная потреблять точно такой же контент, который она потребляет, только через другого актера, исполнителя и так далее. Понимаете, о чем я говорю? Это совсем не то же самое, что мы кого-то повторяем. Я про них отдельно скажу. Я не знаю, кто-то про это думал или нет. Я просто увидел одну очень интересную деталь, которая объединяет все фильмы. Может, кто-то про это уже все не говорил, просто не было возможности послушать. Второе. Когда вы проанализировали, вы поняли, окей, на это есть… Мы понимаем приблизительно, какая есть аудитория, что за тема. Дальше нужно понять, а есть ли спрос на этот контент. Потому что, если, например, опять же, я беру самое популярное, что есть, чтобы было понятно, это вайны, которых, не знаю, человек, наверное, 20-30 топовых вайнеров, при том, что в Америке вайны отошли уже года три назад. И получается, что если вы хотите, опять же, заходить на этот рынок с точки зрения своего цифрового контента, а есть ли на него спрос? То есть, кто, например, хотел бы делать вайны, то есть юмористические короткие анекдоты? Есть тут кто-нибудь? Или все хотят мрачняк, драму, ужасы? Так нет, одно другого не исключает. Можешь делать же много жанровый, много эмоциональный контент. Это вообще без проблем. Да, 9-ти часовой. Режу воду 10 часов. Есть такой вайн, очень смешной. Кто не видел, на ютюбе посмотрите. Кто видел, кстати? Сколько посмотрел? Да, это забавно. Так, ну а теперь переходим к более понятным параметрам. Надеюсь, более понятным. Хотя, согласен, не все фильмы смогли выдержать эту штуку у себя. Ну, не знаю, может это связано с ограничением 48 часов. Хотя я в 2006 году участвовал в похожей штуке. Называлась она Cinema Sport. И там надо было придумать и снять кино за 7 часов вообще. То есть в 9 утра нам дали задание, а вечером был показ в центральном доме предпринимателя. Я, в принципе, когда написал они, я и написал, блин, я хочу такую штуку сделать. Я участвовал, мы так и познакомились. Ну, в общем, я о чем? Что следующий параметр после аналитики спроса – это storytelling. Storytelling. Storytelling – модное слово, но на самом деле, если убрать модность этого слова, по сути, это вопрос про драматургию. Как строится история, на чем она построена, с чего она начинается, какой ключевой конфликт внутри и какой кульминации мы хотим привести аудиторию. Это может быть за 30 секунд, это может быть за 5 минут, это может быть за час, может быть за полтора часа. Может быть 4 серии, как в True Detective. По сути, такой редкий микс сериала и фильма, растянутого там на сколько часов, не помню. Или там, да. Что такое Vine? Почему Vine, ну, опять, извините, что я привожу такой пример, но он просто очень понятный и самый простой, на самом деле, с точки зрения реализации. Vine – это понятная завязка, развитие и понятный конфликт. То есть в финале мы всегда получаем какой-то, как он называется, короче, поворот. Забыл английское слово. Twist, да. Получаем какой-то поворот, который, на самом деле, и создает у нас вот это, о, нифига себе, как классно, давайте поржем и так далее. Вот. Немножечко скажу про фильмы, которые были. Не хватило вот ровно там, ну, окей, там, завязка, развитие, может быть, какое угодно. Но вот с твистами как раз была, ну, одна из основных проблем. Были фильмы, я не буду их называть просто, чтобы сейчас не тратить время. Были фильмы драматургически классно построены, действительно, но их, к сожалению, было не так много, как хотелось бы, потому что тему задали очень мощную, интересную, но вот не каждый справился с точки зрения именно сторителлинга. То есть повествовательно выстроить интересно от начала до конца историю очень важно. Дальше хронометраж. То есть хронометраж – это, на самом деле, тоже ключевой параметр современной цифровой среды, потому что есть форматы, там, например, интервью, и Юрий Дудь может полтора часа, час-десять, час-час общаться с интересным человеком, и глубина просмотра на Ютьюбе будет достаточно высокая. Можно сделать там 30-секундную какую-то историю, и она тоже зайдет на ура, как многие там вирусные ролики. Поэтому очень важно тоже на это обращать внимание. Но ответ на какой хронометраж делать даст вам как раз аналитика. То есть если вы понимаете, вы идете на территорию популярного формата, опять же, там, вайны, бессмысленно пытаться сделать вайн на минуту или на две минуты, потому что средний хронометраж, там, 15 секунд. То есть на этот ответ, на этот вопрос, ответ вам даст аналитика. И следующие два ключевых вопроса. Это технология съемки и это бюджет. Кто считает, что без бюджета невозможно что-то сделать интересное? Ну, отлично. Да. Тогда не буду я вам ничего про это рассказывать, вы все без меня знаете. Давайте тогда вопросы-ответы, раз осталось 5 минут. У кого какие есть вопросы с точки зрения цифровых там сред, проектов, может быть там про продвижение кому-то интересно? Какие самые современные сейчас тенденции в продвижении используются в контенте и так далее, международные? В микрофон, пожалуйста. Вопрос. Хорошо, вопрос такой, если мы знаем и ориентируемся на текущую аудиторию, знаем ее вкусы и предпочтения и так далее, нам все равно нужно как-то думать будущее и как нам с достаточно высокой долей вероятности предугадать, как вкусы будут развиваться, на основе чего мы должны строить свое мышление? Ну, ответ с одной стороны сложный, с другой стороны простой и одновременно с этим и простой. Значит, обязательно прочитайте теорию поколений и посмотрите, из каких ключевых триггеров сложны современные поколения после 2005 года. Значит, ну, там, дам основные. Значит, это развитие интернета, это появление айфона, это потребление контента на мобильных носителях. Соответственно, вот одна эта информация говорит о том, что если вы будете, например, придумывать контент, который будет адаптирован исключительно под мобильное смотрение, потому что там с каждым годом 30% перероста идет в сторону мобильного потребления с веб. То есть из компьютеров люди уходят, чтобы в телефоне все смотреть, ну, или на планшете. Например, если вы будете создавать какие-то вайны в виде интерактива, которые адаптированы под телефон, или сделаете приложение, или будете выстраивать там какое-то медиа-комьюнити, именно специально адаптированное под телефон, вот один из ключевых трендов, которые совершенно точно сейчас развиваются. Там и серии в мессенджере, там, Telegram, например, можно сделать группу, где каждый день выкладывать какие-то короткие видосы, или там сделать какой-то чат-бот, очень примитивный, их там можно даже там очень легко сейчас купить бесплатно, который будет каждый день, например, в чат загружать какую-то маленькую серию. И люди будут на это подсаживаться и этого ждать. И если там ты правильно будешь там задавать какие-нибудь вопросы, или вступать в дискуссию, например, с героем этого сериала, по сути, такого странного, вот, то вот новая форма, который совершенно точно там в перспективе года-двух будет развиваться. Потому что есть там, например, мессенджер в WeChat в Китае, кто знает, вот. Там помимо того, что ты можешь там переписываться, оплачивать в магазине какие-то услуги, заказывать себе еду прямо через мессенджер и так далее, там есть видеохостинги. То есть людям вообще из WeChat не надо уходить, они полностью все употребляют там. И там есть очень классная функция. Когда, например, я посмотрел какой-то фильм, ну, купил его прямо там внутри WeChat и посмотрел, я тебе отправляю ссылку, и ты получаешь эту ссылку, например, там, как моя рекомендация, и ты можешь оплатить так же и посмотреть у себя. То есть там очень много разных штуковин встроено. В принципе, Telegram к этому идет. Там скоро будет добавлен видеоплеер, вот, после там нескольких обновлений. И это будет очень тоже классная штуковина. Это к вопросу трендов, да. Я очень вам рекомендую, на самом деле, погружать себя в информационное пространство. Время, когда мы закончили в ГИК, как там режиссеры, сценаристы, продюсеры, оно давно прошло. То есть сегодня человек, который создает контент, это человек, который офигенно разбирается, какие тренды современные есть, куда двигается Голливуд, куда двигаются цифровые среды там в Юго-Восточной Азии развивающейся, что происходит там в Латинской Америке, как там люди потребляют контент, какие современные технологии мы можем использовать, как, например, нейронаука позволяет нам более глубоко анализировать эмоциональное восприятие аудитории. То есть современный человек, который создает, неважно, кино, сериалы, медиа, это человек, который обладает огромными компетенциями по чуть-чуть во всех областях сферы восприятия. Это и психология, на самом деле, и соционика, и много-много всего. Поэтому одна из основных рекомендаций, и на самом деле там по-хорошему я вам завидую, потому что эта информация, она сейчас доступна абсолютно любому, и когда вы начинаете в себя ее всасывать с жадностью и применять в своем контенте, вы реально становитесь на голову выше любого человека, кто мыслит старыми категориями. Окей. Что-то испуганные лица. Ну, придется это делать, к сожалению. Или к счастью. Какие еще есть вопросы, или нам пора закругляться? Вот скажите, пожалуйста, хотя бы просто пример приведите, какой может быть идеальная дорожная карта для фестивального фильма? Что дальше? Есть как бы кейс наш с командой, который у нас был. А, ну вот я давайте его расскажу, и дальше к чему это все приводит. Вот можно там копипейст сделать, как коллега предложил. Говорит, давайте возьмем все то же самое и сделаем. Сделайте, просто, ну, как минимум не пожалеете. Появилась идея сделать короткометражный фильм. Идея была очень простая. Захотелось посмотреть в формате жанр хоррор, что будет происходить с девчонками, которые ведут трансляцию в перископ. В реальном времени. Кто помнит, такая была приложуха для прямых трансляций. Вот. И вот они вели трансляцию, и там появляется призрак, короче. Ну, и дальше происходят с ними всякие штуковины. Вот. Назвали мы такой фильм Vanity Fear. То, что переводится как, ну, как-то страх, я не знаю, там, тщеславие, боязнь тщеславия. То есть, что такое соцсети? Доступ к аудитории, желание стать популярными, звездой и так далее. Вот. Мы взяли эту базовую идею за основу и начали ее развивать и эксплуатировать. Вот. За две копейки просто сами собрались, сняли. Там единственный был нюанс. Я изначально хотел его делать на английском языке. Но в тот момент мы находились в России. Соответственно, мне нужны были англоговорящие и желательно нейтив-говорящие актрисы. Вот. Долго, там, в течение недели мы проводили кастинг, смотрели очень много актеров и актрис из ведущих театральных вузов. Естественно, там посмотрели все агентства. Но по уровню владения языком мне никто не подходил. К счастью, буквально там после того, как мы уже почти опустили руки и меня почти уговорили на дубляж. Я не хотел дубляж делать. Приехала Кэтрин Аси, ныне уже известная достаточно актриса по сериалам для СТС, из Лос-Анджелеса. Она, как раз, приехала на пробы какие-то для сериала. Ну и заодно меня там друзья с ней познакомили. Мы быстренько прошли пробу, она идеально подошла на роль Кейт, которая как раз снимала все это и вела трансляцию. Потом появилась Алина Алексеева, тоже звезда сериала Ольга, потом уже. Вот. Ну и в общем их язык был достаточно хороший для того, чтобы все это сделать. Вот мы это сделали. То есть, в принципе, первый лайфхак и первый там ключевой элемент. Если вы хотите сделать фильм для кинофестивалей, делайте его на английском языке. Потому что у вас рынок сразу, весь мир. И при всем уважении к русскоязычным кинофестивалям, всех люблю, но мы ни на один русский кинофестиваль наш фильм не отправили. Тоже задача была именно показать его в мире. В Америке, в частности. В Америке и Канаде. Есть сервис, который называется filmfreeway.com. Мы зарегистрировались там и оплатили порядка 20 сабмишенов. Сабмишен это, по сути, заявка на участие в кинофестивале. В итоге, четыре кинофестиваля, три в Америке, один в Канаде, мы выиграли с этим фильмом. И потом, на самом деле, началась какая-то забавная череда не случайных случайностей. И серии, когда фонд Дэвида Линча на нас обратил внимание и сказал, ой, ребята, не хотите что-нибудь поделать вместе? Там разные Hollywood Reporter про нас хотел написать, ну и так далее. То есть, началась какая-то движуха, которая, на самом деле, для американской киноиндустрии абсолютно нормальная. Там нет ничего сверхъестественного. И, на первый взгляд, первое время я там еще удивлялся, думаю, нифига себе, неужели мы такие классные? На самом деле, мы были не классные, мы были одни из сотен таких же, как и другие. Просто индустрия так быстро работает, что если что-то интересное и необычное, она старается это захватить и каким-то образом эксплуатировать, начать. Быстро это поняв, я понял, что надо двигаться дальше. И мы на основе этой короткометражки начали разрабатывать уже полнометражный фильм. Сняли в Лос-Анджелесе уже мы тизер с актерами и так далее. По сути, мы начали развивать и эксплуатировать тему как раз влияния соцсетей на популярность и жадное стремление молодых людей через это стать супер популярными. Тема оказалась достаточно интересная. И вот там в течение двух-трех месяцев мы уже начинаем съемку этого фильма в Лос-Анджелесе. То есть, какой, отвечая на вопрос, какой маршрут? Первое, придумайте классную идею. Второе, ориентируйтесь только на английский язык, на международный рынок. Третье, используйте сервисы для размещения в кинофестивалях. Четвертое, не отчаивайтесь и фигачьте. Все. Дальше оно все само сложится, так или иначе. Там есть ряд каких-то технических нюансов, но я думаю, вы со всем справитесь и разберетесь. Но когда мы это сделали, мы почувствовали, что такой маршрут реален для абсолютно любого человека. И на самом деле сейчас я уже знаю 2-3 команды из Москвы, кто уже сделали то же самое. У меня есть там друзья из Японии, но они русские, но они из Японии делали такие же истории и побеждали в кинофестивалях. То есть, рынок международный, он готов принимать наши идеи, наши истории, если они сделаны качественно, интересно и смело. То есть, если что-то делать, оно будет всегда работать. Если это искренне, это там с определенной такой энергией создается. Что я хотел сказать про фильмы, которые были сделаны для этого фестиваля. Я, честно говоря, в очень таком хорошем ощущении, потому что я увидел, что практически все фильмы, которые вы сделали, они имеют там такой очень, может быть, там еле уловимый такой момент, что вы показывали землю и землян, и русских там в основном людей, инопланетянам, как очень странное общество. Где-то несправедливое, где-то жестокое. То есть, было очень забавно наблюдать, как вы глазами инопланетянина вскрываете все такие пороки и какие-то недостатки нашего общества. Это было очень круто, потому что, насколько я понял, в брифе этого не было. То есть, современное молодое поколение кинематографистов, которое хочет все-таки жить в классном обществе, и пусть даже для инопланетянина показывает его все там, ну, такие нелицеприятные штуковины. Ну и хорошо, что в большинстве случаев был хэппи-энд. Если вопросов больше нет, друзья, предлагаю завершать наше знакомство. Я доступен во всех соцсетях. Можете писать мне, если какие-то есть вопросы, я буду здесь еще до вечера. Можем пообщаться, если у кого-то есть какие-то комментарии, я с удовольствием отвечу. И если есть какие-то даже вещи, на которые надо где-то помочь, то с удовольствием. Спасибо вам и хорошего вечера. Спасибо. 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 Спасибо.